Волонтеры это люди с активной жизненной позицией, которые принимают активное участие в жизни города и с чистым сердцем помогают тем, кто оказался в непростой ситуации. Нужна ли помощь самим волонтерам и как сделать их работу более эффективной? Ответы на эти вопросы знают Дарья Надежкина и Максим Ляпшин. Кто хочет, найдет миллион возможностей, кто не хочет, миллион оправданий. Наверное, это и есть основополагающая идея всего волонтерского движения. Волонтеры это люди, которые стремятся помогать нуждающимся и активно участвуют в жизни города, но одного желания мало. Именно для того, чтобы помочь добровольцам максимально эффективно работать в команде, в Манчегорск пригласили тренинг тренера из Санкт-Петербурга, который рассказал об основах волонтерской деятельности. Обсуждаются такие темы, как постановка проблемы волонтерской деятельности, цели, полагания, насколько мы действительно помогаем, насколько качественно мы это делаем. Обсуждаются вопросы привлечения ресурсов, работы в команде, работы в коллективе и вопросы, как мы позиционируем свою волонтерскую деятельность. Тренинг проходил в очень приятной, веселой и даже игровой форме. Вначале всем, кто пришел на обучение, рассказывали о теории и концепции работы волонтера. Все ребята познакомились и уже через несколько часов, разделившись на команды, они использовали на практике знания, полученные на тренинге. Это позволяет закрепить материал и на месте разобрать ошибки, допущенные в ходе подготовки задания. Чтобы обучение проходило максимально эффективно, тренинг разделили на два дня. Первый день сегодняшний, он больше методический. Мы разбираем разные инструменты, разные вопросы. Например, как можно написать, придумать идею проекта, как проверить, что проблема цели существует, как поставить цель в проекте для себя, где найти единомышленных и единомышленников. Завтра будет более двигательный тренинг, то есть мы будем делать разные упражнения, будем больше работать над такими моментами, насколько я доверяю людям, насколько близко для меня проходит граница в социальном взаимодействии, что я чувствую, хорошо ли я знаю свою какую-то эмоциональную сферу. То есть завтра будет такая больше личностная сессия, а сегодня больше такая методическая. Более 30 человек из разных городов совершенно разного возраста и уровня занятости посетили тренинг. Это были и школьники, и студенты, и даже руководители организаций. Меня это заинтересовало, потому что, в принципе, основа работы моего клуба как раз и идет на волонтерских основах. Ребята приходят и помогают, дарят людям частичку тепла, добра и любви. Мне отрадно, что я увидела новые лица, инициативные, прогрессивные, и, я думаю, волонтерское дело в крепких руках. Несмотря на долгий процесс, ведь каждый день тренинга длился более 8 часов, на лицах волонтеров не было ни капли усталости, и все отдавались процессу всецело. Понимая, что это очень большая удача воспользоваться таким шансом, чтобы усовершенствовать свою работу и раскрыть для себя новые горизонты в волонтерском движении. Все было очень интересно. Придумали различные мероприятия, проекты по социализации людей, различных групп, по уборке территорий. Началось с того, что я ходила на лекцию уже давно сюда, на волонтерство. То есть нам рассказывали, что такое волонтерство, когда будут всякие мероприятия. И вчера мне учительница сказала, что есть такое мероприятие, не хотела бы я пойти. Я, конечно же, согласилась, потому что я очень давно хотела уже научиться, получить опыт какой-то волонтерский. И теперь пришла сюда и очень довольна. Главной целью мероприятия было научить всех желающих грамотно организовывать волонтерскую деятельность. И после проведения тренинга организаторы могут с уверенностью сказать, что теперь у них есть группа активной молодежи и неравнодушных людей, которые могут максимально эффективно оказывать помощь в решении социальных проблем города. Продолжение следует...